В начале 1977 года сразу в 80 городах СССР от Москвы до Благовещенска стали всплывать поддельные 25-рублевые купюры. Со всех концов Советского Союза в Москву на экспертизу присылали фальшивки. Специалисты госзнака подтверждали, что поддельные 25-рублевые купюры принадлежали к одному источнику изготовления и имели большое внешнее сходство с настоящими. При изготовлении фальшивок использовался способ высокой печати. Бумага имела водяные знаки. Таких профессиональных подделок в Советском Союзе еще не видели. Распознать их в обращении было практически невозможно. В МВД поднялся настоящий переполох. Стало ясно, деньги выпускает целая группа высокопрофессиональных специалистов. Возникло предположение, что это экономическая диверсия ЦРУ с целью подорвать доверие советских граждан к собственной валюте. Версия оказалась убедительной, ведь 70-е годы это разгар холодной войны. Срочно были задействованы все секретные агенты за рубежом. А в МВД создана специальная следственная группа, которая занялась поисками денежных террористов внутри страны. Четко работали все звенья, начиная от МВД, кончая городскими, краевыми, областными управлениями БХСС. Вплоть до низового звена. Все было работа подчиняемой единой цели. Раскрыть это преступление, потому что это престиж государства. Не говорится о том, что это подрывает экономику, это престиж к деньгам. Это престиж лицо государства. Никому не хочет, чтобы на лице государства были там всякие там отметины, оспины и так далее. Весной того же года выяснилось, что большой сбыт фальшивок идет через рынки района Кавказских минеральных вод. Все рыночные торговцы были незамедлительно оповещены. Им предписывалось все время быть на чеку и о малейших подозрениях на подделку сообщать работникам органов. 12 апреля 1977 года на колхозном рынке города Черкеска один из продавцов заподозрил в протянутой ему 25-рублевке фальшивку. Он поднял крик. Но незадачливый покупатель вместо того, чтобы скрыться, стал спокойно дожидаться наряда милиции. В отделении у него было изъято еще 77 фальшивых 25-рублевых купюр, которые тот, по-видимому, собирался разменять на настоящие. Даже во время изъятия милиционеры не подозревали, что за рыба попала им в сети. Виктор Баранов, 1941 года рождения. Образование среднее, беспартийный. После службы в армии работал в должности шофера в Ставропольском крайкоме партии. Был на хорошем счету. Иногда по долгу службы подвозил 1-го секретаря крайкома Михаила Горбачева. Независимо друг от друга, они оба вошли в историю своей страны. Один вписал свое имя в политические страницы, другой в криминальные. Когда сотрудник милиции, чин милицейский, спросил у него, как он полагает, в шутку, а не вы ли тот, который печатает фальшивые деньги? Он говорит, да, вы ищите меня. Сотрудник милиции чуть не упал со стула. И тут в УВД города Ставрополье нагрянули большие чиновники из города Москвы. Из Министерства внутренних дел, из Гознака и, безусловно, следователи из прокуратуры СССР. Они, несомненно, не поверили, что один человек в сарайчике может это производить. Картина, открывшаяся в сарае Виктора Баранова на железнодорожной улице Ставрополя, заставила поверить в происходящее. В маленьком помещении с дырявой крышей было все необходимое для изготовления денег. Печатный станок, типографские заготовки, пластины, красители, клише. Преступление фальшивомонечества, это видно из теории, оно всегда групповое. Баранов как-то вот единственное, вот я в чем вижу его как бы как профессионал, он один создал все, хотя это нонсенс. У нас всегда была группа. Фальшивомонечество вообще это организованная преступная группа, это как бы общее правило, но из каждого правила есть исключение. Баранову грозил расстрел, но предприимчивый фальшивомонетчик не сидел сложа руки. Уже на четвертый день своего ареста он написал письмо министру МВД Щелокову. Кроме просьбы о снисхождении, он изложил свои соображения насчет недостаточной защищенности советских денег. Я написал на 10 листах, и там в частности есть такие аргументированные вещи, как деньги должны быть строго одной ширины, не должны быть геометрические линии повторяться, то есть их нельзя механически будет повторить, что сейчас и сделано. А теперь еще одно, что значит новшество, которое ходит, о котором я писал, это блеклый свет должен быть, высокая печать, ну она сейчас овсетная, овсетная печать должна вот этот рисунок, который у нас, ну как будто лежит под основным рисунком. Он должен быть едва-едва видимым, для того, чтобы его нельзя было четко скопировать. Вы знаете, я думаю, что он, наверное, мог бы предложить многое, потому что он один своим умом дошел до всех тонкостей. Понимаете, на защиту и в то время сейчас работают целые институты, а тут одиночка такой вызов бросить целому госзнаку. Вряд ли найдется страна или эпоха, в которой не было своих фальшивомонетчиков. Например, древние мексиканцы вынимали из стручков какао, которые они использовали в качестве денег, настоящие бобы, и вкладывали вместо них камешки. Римляне штамповали сестерцы из низкопробных металлов, греки экспериментировали с талантами серебра. Не гнушались фальшивомонетничеством и сильные мира сего. Наполеон во время кампании 1812 года ввез в Россию четыре обоза поддельных царских червонцев. Во время Второй мировой войны немцы поставили на промышленную основу производство фунтов стерлингов. В СССР изготовление фальшивых денег некоторое время не было широко распространено. Советский рубль имел 22 степени защиты. Советский фальшивомонетчик Баранов присматриваться к деньгам начал с детства. Как он говорил, ни книг, ни музеев в его жизни не было, а к искусству тянуло. Я любовался красотой этих денег. Я видел всевозможных чудищ. Потом, значит, картинки мифических животных красивых. Человек видит обычную купюру, там, допустим, смотрит на нее как на деньги. А я усматривал мифических животных из волшебных сказок. Вот эти деньги, которые были, 25, 50, если их, собственно говоря, полураздеть, то там тоже просматриваются всевозможные мифические животные. Мне где-то было 10-12 лет. Ну, тогда у меня не было, конечно, желания никакого ни делать их, ни изготавливать. И просто меня они восхищали. Вот наряду с этой вот, именно с теми рассказами, разговорами о тех вот этих людях, которые их умеют делать. Но меня тогда привлекло вот это таинство, красота, линия, вот это все. Меня это увлекло. В советских купюрах юного ценителя прекрасного больше всего привлекал портрет Ленина. Объектом его вдохновения был образ Ильича, который он мог часами выводить карандашом. Тогда еще Баранов не подозревал, куда заведет его любовь к копированию портрета вождя всемирного пролетариата. Оборудование для производства фальшивых денег, созданное уже подросшим художником-изобретателем, сейчас находится здесь, в Центральном музее МВД. Экспозиция занимает целый стенд. В ходе расследования по делу Баранова было проведено 12 следственных экспериментов. Фальшивомонетчик несколько раз от начала до конца воспроизвел технологию производства поддельных купюр. Высокие начальники из госзнака, увидев собственными глазами, как все это было сделано, долго не могли прийти в себя. Баранов никогда не признавался, что деньги нужны были ему для наживы. Обогащение его не интересовало, а деньги были всего лишь возможностью воплощать в жизнь свои открытия. У меня были изобретения, то денег. Я придумал состав, который надо сортировать картошку, картофель. Во всем мире как раз велись работы в этом плане. Но я тоже придумал способ. Он основывался на удельном весе картофеля в соленой воде. То есть, если воду сделать определенной плотности, посолить ее, и ариометром замерить определенную плотность, картофель не тонет. Он плавает. Все остальное тонет. С этим предложением Баранов обращался в Комитет по изобретениям и открытиям при Совете Министров. Но оттуда прислали письмо, в котором сообщалось, что автором неправильно заполнен формуляр, и в связи с этим его предложение рассматриваться не будет. Потом я придумал складной ящик. Вы знаете, вот ГАЗ-51, кузов маленький. Ну сколько туда? 30 ящиков бросишь, и уже ничего не влазит. А я придумал ящик, который тряхнул, он стал целый, поставил у него бутылки, привез, бутылки выбросил, тряхнул, он стал плоский. Сложил их, теперь вместо 20 ящиков можно перевозить, 300-400. Я пришел к инженеру на Вензавод, он посмотрел на меня, говорит, тебе нужно, а мне нет, иди. Тогда же Виктор Баранов изобрел несгораемую автомобильную краску. Одно это открытие могло обогатить советскую казну, но и оно не пригодилось. Изобретатель не получил народного признания и экономической помощи государству. И тогда в его голове созрел новый план. Баранов решил сам печатать деньги. Но в этом плане не был учтен человеческий фактор. Неудавшийся изобретатель забыл, что сбывать фальшивые деньги придется ни в чем не повинным гражданам. Мы стоим на страже не только интересов государства с точки зрения морального, доверия к деньгам. Потому что деньги это основной товар, через который приобретают другой товар. В основном граждане. Здесь идет трагедия граждан. Времени подумать о чужой беде у Баранова не было. Одержимый новой идеей он прошел по всем букинистическим и книжным толхучкам. Изучил всю имеющуюся там литературу по полиграфии и галевнотехнике. Под разными предлогами часто наведывался в типографии. Но и этого было недостаточно. И тогда Баранов взял отпуск за свой счет и в поисках знаний отправился в столицу. Он начал с того, что посетил библиотеку Ленинскую в Москве. Изучил литературу. Часть этой литературы он похитил. Привез к себе домой. И стал тщательно изучать проблемы гравировки, литья и все, что используется в монетном деле. Прежде чем стать мастером, он прошел долгий и трудный путь. И у него, он получил в вопросах фальшивомонетничества самое высшее образование. Я бы сказала, у него даже была аспирантура. Начинающий фальшивомонетчик быстро понял, что самым главным препятствием на избранном пути будет производство бумаги. Изучению одного этого процесса он отдал 4 года. Он сделал бумагу великолепной. Сначала она у него получилась такой, как кожа. И он от нее отказался. Пришлось ухудшить качество бумаги, поскольку тогда его деньги ходили бы чрезвычайно долго. Кроме производства бумаги, фальшивомонетчику пришлось постичь массу интереснейших и сложнейших разделов монетопроизводства. Прежде всего, это способы высокой и глубокой печати, процессы производства клише и водяных знаков. При высокой печати рисунки наносятся специальными твердыми формами – клише, которые изготавливаются с помощью высокочувствительной техники. Барановские клише, естественно, производились вручную, чем до сих пор поражают воображение специалистов. Баранов тщательно исследовал различные способы защиты купюр – дореволюционных, советских, иностранных. Оказалось, что текстура доллара пронизана тонкими красными нитями. Рубли были защищены иначе. Их бумага состояла из трех слоев – одного темного и двух более светлых. Специалисты считали, что воспроизвести подобную технологию в бытовых условиях невозможно. Но Баранов такого слова, видимо, не знал. Просто поняв всю сложность задачи, еще больше времени стал проводить в своем сарайчике. Когда жена полюбопытствовала, почему супруг так долго там пропадает, он ответил, что изобретает одноколесный велосипед. Кстати, потом появление лишних денег в семье, он объяснил премии, якобы присужденные ему за это изобретение. У меня не было друзей. Я не мог иметь друзей в связи с моей работой. Я, будем так говорить, одиночка. Знакомых много. Я часто ходил в бильярдную, и мне нравилось наблюдать за людьми, как они пытаются обмануть. Мне волновал вообще-то вопрос, как вот люди берут эти деньги. Я наблюдал, как хватает мясник, деньги, руки в жиру, крови. Я видел, как берут деньги люди, торгующие рыбой, у них всегда руки мокрые. И, значит, проще-проще, как вообще люди обращаются с деньгами. Над изготовлением водяных знаков Баранов трудился три с половиной года. Они никак не проступали. Однажды он, отчаявшись, плюнул на лист и лег спать. А когда проснулся, увидел проступивший водяной знак. Оказалось, что в его растворе просто не хватало белка. Два с половиной года Ставропольский Кулибин изобретал краску. Печать же получилась почти сразу. Помогло долгое и детальное изучение книг по полиграфии. Так, в сарае между мешками с картошкой и луком Виктор Баранов запустил свой собственный печатный станок. Первой на свет появилась 50-рублевая купюра. На дворе стоял февраль 76-го. За производство поддельных денег было суровое наказание, вплоть до расстрела. Но опьяненный первым успехом, Баранов недолго разрывался между законом и азартом. Когда я сделал 50 рублей, у меня первая мысль была отправить эти деньги в милицию. То есть, ну, как бы распечатанные, будем так говорить, деньги. То есть чистая бумажка, потом с нанесенной на нее высокой печатью, потом на нее нанесена глубокая печать, опять бумажка, потом еще одна бумажка с номерами. Я хотел отправить, но так как я же не знал уголовного кодекса, я считал, что, значит, ну, будем так говорить, что если я отправлю, меня, значит, приедут, почему-то ночью арестуют и увезут. Однако страх не помешал фальшивомонетчику приступить к выпуску 100-рублевой купюры. Она получилась легко и, возможно, поэтому быстро наскучила своему создателю. Теперь пришла очередь четвертака. Виктор Иванович очень быстро достиг результата значительно быстрее, чем 25-рублевые купюры, и результата по фальсификации 100-рублевых и 50-рублевых купюр. Но, с одной стороны, к 25-рублевым купюрам меньше приглядывались, потому что они меньшего номинала, 100-рублевые и 50-рублевые и выше. Он же сам считает, что 25-рублевая купюра была защищена лучше. И поэтому это был его очередной монблан. Эксперты подтверждают, что четвертак действительно имел больше степеней защиты и создать его в сарае было намного сложнее. Но Баранов взял и эту высоту. И тогда станок в его сарае заработал бесперебойно. 25-рублевки от Баранова зажили своей жизнью. Я бы хотел отметить его упорство. Вот упорство создать деньги и на этом заработать. Хотя он сейчас отрицает это, но основная идея... А ради чего он вообще создавал там просижив в библиотеке? На своей официальной работе шофера Баранов зарабатывал 3 рубля в день. На основной запечатанном станком 25,50. Он не гнался за количеством. Его интересовало только качество. У него по-прежнему были творческие планы, которые он вот-вот собирался реализовать. Радость омрачал только комплекс вины перед Родиной. С того дня, как я начал менять деньги, я постоянно испытывал неудовлетворение собой. Каждая купюра, которую я менял, она проходила через мое сердце. Я только тешил себя одной мыслью, что я государству вернул долг, который я для себя сам назначил, тем, что я же создам нечто такое, чем будут потом пользоваться люди и открытия какие-то сделают. А для этого нужны деньги. Значительную часть денег он тратил на совершенствование своего оборудования. Как сейчас говорят, вкладывал в производство. За несколько лет бесперебойной работы Баранов напечатал более 33 тысяч рублей. По тем временам сумма астрономическая. Но жил он по-прежнему скромно, старался не привлекать к себе внимание окружающих. Знакомые отзывались о нем как о человеке крайне скромном и наивном. Как я наивно и остаюсь? Просто дыра, как меня называют. Добрый, я могу снять рубашку последнюю отдать. Я могу видеть нечего, отдать ему деньги, поделиться. С самого начала Баранов ставил себе целью напечатать 30 тысяч рублей. Именно такая сумма по его подсчетам была необходима для разработки основных изобретений. И действительно, как только фальшивомонетчик напечатал последний четвертак, станок был разобран. Но, как оказалось, преждевременно. Он поехал в Крым, в Симферополь. И с собой у него было большое количество денег. Представьте, в то время, как самая высокая зарплата была, 120 рублей, у него где-то более 5 тысяч было в портфеле денег. Он остановился и на 5 копеек купил у бабушки помидоров. В авоське нес эти помидоры. Отошел позвонить по телефону, по каким-то своим делам кому-то. И у телефонного автомата, у будки обнаружил, что в руках у него чего-то не достает. По-видимому, портфели. А воська заменила портфель, и он вернулся к тому месту, где сидела бабушка. Нет ни бабушки, ни портфеля. Виктор собрал станок, его фабрика вновь заработала. Но судьба уже вынесла свой приговор преступнику. И дальше произошло то, чего с ним никогда не случалось. То ли изобретатель спешил, то ли нервничал, то ли был раздосадован на злополучную бабушку и собственную рассеянность. Но дополнительная партия получилась с небольшим браком. Геометрические линии в верхней части купюры сливались, образуя расплывчатое облако. Этот брак и заметил на рынке Черкеска дотошный продавец. С древнейших времен фальшивомонетчиков предавали жестокой казни. В Англии им отсекали руку, в Австрии вздергивали на дыбе и отрубали голову. На Руси заливали в горло расплавленный свинец. Конечно, в конце 70-х правосудие было более лояльным. Говорят, что даже министр МВД Щелоков способствовал смягчению наказания Баранова. Советский суд проявил гуманность. Виктора Баранова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Свой срок он отсидел от звонка до звонка. О годах, проведенных в колонии, вспоминать не любит. Уголовники не жаловали короля фальшивомонетчиков. Много раз они пытались выбить из Баранова секрет его подделок. После частых побоев Виктор, бывало, не мог даже пальцем пошевелить. Но тайну своего станка так никому и не выдал. С момента появления первого Барановского четвертака прошло уже почти 30 лет. Портрет фальшивомонетчика с тех пор сильно изменился. Доступность любых компьютерных программ позволяет даже школьникам распечатывать подделки с помощью обыкновенного цветного принтера. Как правило, эти преступления связаны с такими пионерами, я образно говорю, в кавычках пионеры, раскрываются в течение недели, там максимум 2 недели. Они идут эти стольники, они, как правило, 100 рублей они печатают. Пятисотки они боятся печатать, потому что у 12-летнего школьника откуда там 500 рублей? Они печатают 100 рублей в основном, как правило. Вот. И они идут сбывать на рынок и покупать себе жевательную резинку, авторучки, что они там еще покупают, пепси-ку. Я хотел бы на полном серьезе обратиться к молодым людям, к людям, которые пытаются или, может быть, думают, или на пути, или уже сделали заготовки какие-то, клише на выпуск каких-то денег. Остановитесь, пожалуйста, остановитесь. Счастья никакого это не принесет, радости никакой не принесет, рано или поздно вы будете пойманы, и не только вы будете страдать, но будут страдать все семьи, которые ваши близкие, дети, родственники, родители будут. Надо деньги зарабатывать не таким путем. Слова раскаившегося фальшивоманетчика вряд ли воспринимают всерьез начинающие. С каждым годом растет число преступлений, связанных с изготовлением и сбытом высококачественных подделок. Общий ущерб государству превышает 5 миллиардов рублей в год. Современные технологии позволяют создавать подделки очень высокого качества. Будьте осторожны, даже на принтере можно распечатать купюры, которые с трудом распознаются в обращении. Но есть вещи, которые очень сложно подделать даже в современных условиях. Это специфический хруст бумаги, цвет и блеск краски и, как ни странно, запах. Деньги не пахнут только в переносном смысле, а хруст сохраняют даже старые купюры. Кроме того, на деньгах есть специальные знаки, цвет и блеск которых меняется в зависимости от угла зрения. Так что помните, деньги должны хрустеть, блестеть и пахнуть. У фальшивого монетчика старого образца не было под рукой компьютера и лазерного принтера. Все необходимое оборудование он собрал собственными руками, потратив на это 12 лет жизни. Но счастье так и не испытал. Для меня, вот в моем понятии человеческое счастье, это обычная квартира, ну пусть машина, но самое главное это работа. Работа, чтобы ты мог себя отдавать, пока бьется сердце, чтобы ты чувствовал себя нужным. Как каждая неординарная личность Виктор Баранов многогранен. Он мог прославиться на разных поприщах, но, к сожалению, свое имя он вписал в криминальную историю. Ему как бы пророчили подмостки больших театров знаменитых, но вот почему-то он выбрал другую эстезию. Может быть, не оказалось человека, который подсказал бы, что здесь бы он действительно прославился. Талантливый человек, талантлив во всем. Он, как это сказать, любитель. Неплохой любитель, но который столько времени ухлопал, чтобы создать то, что ему не потребовало. От чего он получил 12 лет. Ради этого он столько времени потерял. Это мое мнение, я думаю, что, в общем-то, со мной мои коллеги согласятся о том, что эта жизнь прожитая впустую. Звуки твоих речей пьянят сильней цветов полей. Звезды твоих очей горят сильней заранее. Звезды ночей сколька прекрасных минут полных блаженства избранника ждут. Тот, кто, Мари, полюбил тебя, рабом внук твоих умрет, любя. Субтитры любят Субтитры подогнал «Симон»